Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. Для вас сегодня работаю я, Ирина Чекунова. А в гостях у меня настоятель храма Вознесения Господня в городе Кимры, протоиерей отец Андрей Лазарев, он же директор Центра помощи наркозависимым «Радуга». Отец Андрей, я рада вас приветствовать. Спасибо, что согласились, что приехали. Неблизкая дорога. Как доехали с города Кимры? Добрый день, дорогие друзья. Все прекрасно. Дорога новая у нас. Это очень тоже рада слышать. Всем таких дорог желаем. Сегодня мы с вами продолжим серию антинаркотических программ. Вот уже в этом месяце таких программ было несколько. Мы говорим о мерах профилактики. Когда встречаемся с сотрудниками силовых органов, говорим об оперативной работе, о результатах этой оперативной работы. И сегодня прежде всего говорим о том, как можно помочь наркозависимым. Существуют ли какие-то методы? Что делает ваш центр? Тем более, что ему уже в этом году 10 лет, да, отец Андрей? 10 лет, да, как мы помогаем людям, попавшим в эту страшную беду. С чего начиналась у вас эта работа? Ведь это же прежде всего, наверное, нужно было какое-то веление души. Почему именно вы взялись за эту работу? И почему именно за это направление? Сложное, да? Потому что некоторые говорят, что от наркозависимости не бывает излечения. Это было 20 лет назад, когда к нам пришло это новое испытание, это новое искушение в нашей жизни. Конец 90-х годов, начало 2000-х годов. Я был тогда молодым священником, третьим священником в нашем Преображенском соборе, в котором я отслужил 20 лет. И вот когда Кимра накрыла вот эта война страшная, война это страшная наркоагрессия, как мы говорим, в нее попали дети, дети, которые с 14 лет вот садились на иглу, употребляли героин, с 14 лет дети. И вот в конце 90-х, 99-2000 год, они стали приходить к нам в собор, эти дети, их родители несчастные. Это настолько неожиданное испытание было для нас. Город Кимра, станция Савелова, Савеловский вокзал в Москве, конечная остановка электрички. И наш город в то время прославился как малая столица российского наркобизнеса. И не было тогда ни одной семьи, как вот, знаете, в Великую Отечественную войну, в которой бы не пришла бы вот эта беда. Да что вы, даже такой размах был. Да, да. На каждого 11-классника, по статистике, был один наркобарыга. Вот как мы тогда говорили, на каждого 11-классника. Я помню, отец Андрея, я когда приезжала, это чуточку попозже туда, уже вот тогда велась борьба с этим наркобизнесом со стороны наркоконтроля, он тогда существовал в России. И мы тогда с сотрудником наркоконтроля ходили по так называемому Голливуду, у вас там на окраине Кимра есть такой посёлок, окрещенный местными жителями. Там цыгане, по-моему, венгерские, да, проживают. И я помню, что каждый практически дом был заколочен, как вы упомянули, войну. Вот как вот раньше, все ушли на фронт, вот такие крест-накрест доски, и мне сотрудник наркополиции говорит, так, здесь посадили, этого посадили, этот сидит, здесь вся семья сидит, владельцев этого коттеджа. И тогда просто гулял ветер, потому что тогда уже это были последствия, то есть самой беды, про которую вы начали говорить. Последствия войны, в которую мы вступили тогда, в начале 2000-х годов, когда мне приходилось бывать в этом цыганском посёлке, ну, по разным причинам, в основном, когда мне приходилось по их просьбе провожать последний земной путь вот их сродников там, я видел, что там-то жизнь кипит. Там были такие автомобили, которых мы ещё не видели, джипы, кабриолеты. Там детей столько было, вот этих цыганских. Когда Кимры и Савёлов вымирали, этот цыганский посёлок, этот Голливуд, этот там он процветал, он процветал. Я думал, что будущее у нас за ними, будущее. Вот такое было впечатление тогда. Страшно. Тем более, что вы говорите, 90-е годы, это спад экономики, это народу нечего было есть фактически. Люди теряли работу, теряли веру в завтрашний день. И здесь такое процветание. И тогда стало понятно, что если мы будем спокойно смотреть на то, что происходит с нами, с нашими детьми, будущего у нас не будет, просто не будет. А у меня было тогда двое маленьких детей, и вот, наверное, как-то это меня и побудило, наверное, из-за своих детей побороться, из-за тех, кто к нам обращается тогда. Вот мы вступили тогда в эту войну, которая шла 10 лет. Когда вы приезжали, вы видели уже результат этой победы. Это была победа. Но эта война продолжалась 10 лет, и не так всё просто, конечно, было. Вот как же эта война, с учётом того, что вы говорите, рядом погибали фактически населённые пункты, шла борьба за выживание, можно сказать, да? А здесь, это же огромные деньги, наркотики. Если вы говорите, такие машины, ну это понятно, это всегда были деньги. Ради чего? С чего начинали? Как поднимали народ? И кто помог первым? Вот как? Вы понимали, что может быть неравной силой? Ну, понимали, да, наверное, с Божьей помощью всё-таки. Бог давал силы, смелость, мужество, решимость. Бог тогда давал, и Бог нас как-то и вёл, вот понимаете. Правильно направлял, что ли, вот в этом противостоянии. Ну, а теперь понятно, что это была тогда борьба с коррупцией. Вот с кем в борьбу мы тогда вступили, ещё 20 лет тому назад. Это была борьба с коррупцией. Потому что цыгане, понятно, это было конечное звено, а над ними стояли все, знаете, все коммунилени. Ну, я сейчас, ну, перечислю. Кто, кто, кто тоже в первый раз был получать 9-10? Да, даже воспитательницы детских садов были наркокурьерами в этот цыганский посёлок. И есть уникальнейший пример, я не буду называть имя и фамилию сейчас этой воспитательницы, которая была задержана в Кибрах с полкилограмма героина, которую она везла в этот цыганский посёлок для распространения нашим кимрским детям. И кимрские судьи отпустили её прямо из зала суда. Якобы она хотела сдать эти полкилогероина, Героина, да, сдать в полицию. Ну, вот такой абсурд, понимаете. Все коммунилени, таксисты участвовали в распространении, представители администрации, представители наших судей, представители правоохранителей органов, полиция, прокуратура, про ФСБ ничего не скажу. А эти все, все участвовали, все коммунилени, жители, кто как-то мечтал подзаработать на детской смерти, все в этом участвовали. И представители криминальной среды тоже принимали, крышевали, так сказать, вот этих вот распространителей. Вы назвали, вы назвали такие структуры, тогда кто протянул руку помощи, на кого опирались? Вы протянули, журналисты протянули, журналисты протянули. Ну, во-первых, мы объединились с жителями нашей улицы, потому что вот наш дом на улице Кольцова, и вокруг нашего дома было сразу три наркоточки в трех местах. И мы все время с матушкой наблюдали, дети в школу идут, значит, на эти точки, потом на колонки там все это разводят, употребляют, в школу идут, и из школы опять все это повторяется. Уже не было возможности на все на это смотреть. И тогда мы написали заявление в полицию, начальнику полиции, и подписали все жители, значит, улицы наши. Я с этим заявлением пошел к начальнику полиции, милиция тогда была, сказал, что, пожалуйста, примите меры какие-то вот с этими распространителями. Он посмеялся сначала, так, знаете. Что, типа, это нереально? Что, ну, нет, что это реально, да, ерунда какая-то. Так как махнулся, тогда я ему серьезно сказал, если вы эти точки не закроете сейчас, мы сами их закроем. И я сказал это настолько серьезно. Но я еще продолжил эту фразу, чтобы меня сейчас ни в чем не обвинили, не буду продолжать. Он поверил, сказал, ладно, ладно, батюшка, ты не кипятись, ты, пожалуйста, вот не раздражайся. Ладно, 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 мы что-нибудь придумаем. И в течение недели эти точки были закрыты. Вот она, политическая Оля. Да, они были закрыты, и мы тогда помним, так вот оно, вот оно, главная решимость, главное, как-то вступить в эту борьбу, и дело пойдет. Давайте мы сейчас прервемся, Атис Андрей. Я вынуждена вас прерваться, потому что у нас рекламная пауза небольшая, а потом продолжим после перерыва. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Уважаемые друзья, вот мы с отцом Андреем ведем интересный разговор. Сейчас присоединяйтесь к нам. Тема дня в эфире. 300-190 телефон прямого эфира. Сегодня у меня в гостях напоминает директор Центра помощи наркозависимому «Радуга», настоятель Храма Вознесения Господня в городах Кимры, протеерей Андрей Лазарев. Отец Андрей, закончили первую часть нашей программы, что когда вы написали заявление, да, и серьезно сказали начальнику тогда еще милиции, что если вы не будете бороться с наркопреступностью, то будем бороться мы, и мы ее поборем, то тогда сразу начались какие-то действия реальные. Да, и мы почувствовали вкус победы тогда. То есть закрыты конкретные наркоточки? Три точки были закрыты, да. Об этих наркоточках знали, наверное, в Кимрах все? Это небольшой город? Естественно, все знали. И до этого, значит, не было воли, не было решимости, не было желания, возможно, закрывать? Ну, была какая-то связь, наверное, коррупционная, скажем так. Вот поэтому. Вот и потом, вот мы попросили помощи у вас, у наших замечательных журналистов. И я помню, это в 2002 год, наверное, или первый был, я поехал в Останкино к замечательному человеку, журналисту-патриоту Александру Крутову, у которого на третьем каналу была передача «Русский дом». Замечательная передача, которую мы очень любили, смотрели, она по третьему каналу выходила тогда. Я приехал к нему, он меня принял прямо в Останкино, директор вот этой передачи замечен. Сейчас журнал «Русский дом» выходит под его редакцией, передачи нет уже, к сожалению, а журнал выходит до сих пор. Я ему рассказал о нашей беде, и он сказал, хорошо, отец Андрей, я помогу вам в вашей беде, чем могу. Я пришлю к вам журналиста, правда, он сейчас в командировке в Чечне находится, но парень очень решительный, и он сделает репортаж о вашей беде в Кимрах. И я, конечно, поверил, Александр Крутову тогда вернулся в Кимр, и мы стали ждать этого Александра Егорцева. Это замечательный журналист, наш друг стал теперь с тех пор, уже вот 20 лет мы близко с ним общаемся. Ждали несколько месяцев, и я уже, знаете, думал, что всё, наверное, нас забыли, и, наверное, к нам не приедут. А потом вдруг звонок из Останкино. Отец Андрей говорит, да, это Александр Егорцев, вот у меня командировка к вам в Кимра, сделать репортаж о том, что у вас там происходит. Мы обрадовались, конечно, в тот момент, и, значит, встретили съёмочную группу, и ему нужны были люди, которые могли бы рассказать об этом беде, не я, чтобы рассказывал, а те, кто непосредственно участвовал, родители, дети, попавшие в виду жители города. Вот мы нашли ему участника в этой передаче, и вот он сделал такой жёсткий 15-минутный репортаж, первый о Кимрах. И вот чудо в чём тогда заключалось? Оказывается, Крутов и Устинов, генеральный прокурор, тогда России, были друзьями, и Устинов любил смотреть передачи Крутова. И передачи «Русский дом» тогда выходили по воскресеньям, и, видимо, Устинов посмотрел этот репортаж в воскресный день, это был июнь месяц, как я тогда помню. В воскресенье вышел репортаж, в понедельник Устинов, в понедельник на следующий день Устинов присылает к нам своего зама, заместитель генерального прокурора России, генерала, который тогда к нам прибыл, и вот тогда начались большие перемены в силовых структурах и в Кимрах, и в Тверской области. То есть, фактически, то, что кого вы называли, это же первые лица. Да, тогда был снят начальник нашей полиции, тогда, кстати, и генерал Кузнещик был снят в тот момент. Благодаря этому приезду начались большие перемены и в полиции Тверской области, и в прокуратуре, и так далее. Большие перемены начались. Вот тогда мы ещё раз испытали этот замечательный вкус победы. А пока вы ждали приезда, отец Андрея, репортера, торговля по-прежнему продолжалась? Ну, естественно, естественно. В день в городе реализовывался один килограмм героина на миллион рублей. Такой богатый. Это же великий вес. Это же сколько человек можно убить. Ежедневный оборот по данным госнаркоконтроля. Это не мы придумывали, это наркоконтроль. Тогда ещё наркоконтроля все времена не было, да? Или уже был? Нет, уже, вот уже, вот уже, когда появился наркоконтроль, вот, и с наркоконтролем у нас тогда сложились очень хорошие отношения. И я нашим владыком Виктором был назначен ответственным взаимодействием между Тверской епархией и областным управлением госнаркоконтролем. Мы непосредственно тогда взаимодействовали в те годы. Вот, и тогда шла борьба с коррупцией, да. Коррупция, да, это же всё взаимосвязано. Конечно, всё взаимосвязано. Как удалось, а как, кстати, вас воспринимали вот эти самые наркоторговцы, те же цыгане, которые жили там, вот в этом Голливуде? Вы же тогда враг номер один для них сказали. Ну, они как сказали, уберите отца Андрея из собора, тогда мы будем в храм ходить. Да? Такие слова были. Ну, это, видимо, так, это были шутки. Компромисс такой. Компромисс такой, да. Ну, я не знаю, как они ко мне относились. По-разному, наверное, относились. Угрозы были какие-то физические расправы в ваш адрес? Ну, я не знаю, может быть, и были. Но вам не поступали, нет? Или уже неприятно вспоминать, или на войну войной? Знаете, вот чем смелее идёшь вперёд, тем меньше всяких страхов и сомнений. И вот это вот, наверное, вот это, наверное, было, понимаете, главной какой-то защитой для меня. Они видели мою расшиваемость и думали, там, наверное, у него такие покровители, что не стоит с ним и связываться. Это, во-первых. А во-вторых, есть один момент. Эта вся, эта наркомафия, её нет. Она всё очень разобщена. У них все сами по себе. То есть это не единый сжатый кулак? Нет. Даже в одном цыганском посёлке, даже в одном цыганском вот этом табре, в Голливуде, там сплошная конкуренция у них. За рубль? За рубль, да. То есть нет организованной, вот такой, понимаете, общей вот этой вот структуры, мафиозной, как бы, которая могла бы серьёзно противостоять и силовым органам, например, да, и нашим замечательным судам, и нашей замечательной прокуратуре. Нет тех людей, которые могли бы противостоять. Это кажется, что есть. На самом деле нет. Это же хорошо. Это хорошо. Хорошо с точки зрения войны и слабость противника. Поэтому, да, поэтому можно побеждать. Это можно побеждать. А вы напомните, да, вот отец Андрей, тогда ещё и сроки-то, наказания за это зло, они были, можно сказать, относительными. Это уже потом стали назначать хорошие сроки. Ну, это совсем недавно. Да, да, да. Это кажется сейчас тем, кто живёт, кто не помнит тех времён, когда это начиналось. Тогда не давали ничего. Я вам приведу статистику. Наши цифры за 2004 год. В 2004 году было возбуждено 43 дела. 43 дела? 43 дела было всего возбуждено. Значит, около 7-8 дел было передано в суд. Дальше судили только троих и только одному дали условно. Это за год, за год работы полиции, прокуратуры, ФСБ, наших замечательных судов нулевой результат за целый год. Это вы говорите по Киморскому району? По Киморскому району я говорю, да. Ну там, где столица. Да, где была столица. И когда мы эти цифры получили через Киморский суд, это были чёткие цифры. Извиняюсь, 76 дел было возбуждено. 76 дел. А итог нулевой, ну неважно. Неважно. А на выходе-то ноль. Люди работали, люди находили каких-то преступников, находили, возбуждали какие-то уголовные дела, которые потом, значит, направлялись в следственные органы, в суды, а в результате ноль. Поэтому, конечно, на комафии процветало. Поэтому она и процветала. Но итог-то, понимаете, у них печальный. Мне часто приходится бывать на нашем Киморском кладбище за Реченском. Вы знаете, сейчас все в одном месте лежат. И начальник полиции, и прокурор, и вор в законе, и все, кто крышевал, и все, кто употреблял, все в одном месте теперь называют. В одном месте. Мы всегда говорили, печальный, очень печальный суть. А те же самые, да, и кто торговал из того же самого Голливуда, я думаю, что тоже их судьба незавидна. Незавидна их. Потому что тогда уже сколько времени прошло, даже вот назначили, если им дали пол, я знаю, что много дали, это больше 10 лет каждому, а то к 19-ти, к 18-ти должны выходить на свободу. Будет ли куда возвращаться и кто их там ждет? Ну, они возвращаются, и в Киевы они сейчас возвращаются, да. Но они и на виду уже, и поэтому они под контролем. И поэтому, если они возвращаются к прежней жизни, они отправляются туда, откуда они давно вернулись, в места не столь отдаленные. Вот сейчас очень много, в наших местах, очень много рецидивов. Много тех, кто вот за наркоторговлю уже отбывает второй или третий срок. Ну, быстрые деньги, да. Быстрые деньги, кажется. Быстрые деньги, кажется, да. Кажется, что все это так просто пройдет, да, мы обогатимся и будем дальше жить честно, и по совести нам не получают. Нет, ты на грехе и на чужой беде счастье не построишь. Нет, не построишь. Мы это хорошо в Кимрах увидели, и теперь эта тема, вся, что у нас, знаете, она вне закона стала. Никто не хочет в это ввязываться. Ну, знаете, появляются какие-то молодые сотрудники даже каких-то органов, да, как мы говорим, появляются неопытные какие-то, у которых какие-то там мечты, какие-то представления. Ну, это единичные какие-то примеры. И... Ой, ну дай Бог, потому что я знаю, что у нас, к сожалению, в областной столице, в пригороде, закладки, они распространены, но мы еще об этом с вами поговорим, и, к сожалению, много молодежи ставят себе жизненным примером такой способ заработка, что, типа, мы сейчас заработаем, а потом будем безбедно жить и процветать. И все у нас в жизни будет хорошо. Вот как-то вот люди еще, молодые люди, они не понимают, что такого не получится. Потому что расплата смертельная болезнь. Вот. Потому что так или иначе все становятся зависимыми вот от этих веществ. Кстати, вот вы сейчас, в прошедшем вот этой вот войны, вы чувствуете, что в обществе, в киморском обществе, на киморской земле образовалось вот такое злостное неприятие этого зла? Да. Что люди не позволят сами уже вернуться тому, что было? Да, мы это чувствуем, да, мы чувствуем. Никто не хочет возвращаться к началу двухтысячных годов. Никто не хочет, никто нет. Дай Бог. Вот вы говорили, что это зло пришло практически как на войне. В каждой семье. И с этими детьми, которые уже попробовал эту дурь, пришлось что-то делать, да? Вот так вот, как вообще, я к тому, как идея создать вот этот центр помощи. У нас сразу появилась эта идея, конечно, ведь одно дело борьба с коррупцией, как мы говорим, а с другой стороны, ведь надо с пострадавшими что-то было делать. Последствия это вообще катастрофичные. Вот и здоровыми детьми тоже. Вот тогда, в 99-м году, вот мы создали православную общественную организацию, которая стала заниматься с детьми спортивными единоборствами. А, со спорта начинали. со спорта начинали. Это армейский рукопашный бой. И к нам, да, в секцию записалось очень много ребят тогда. Единственное, что было, единственный спортзал, там, конец 90-х, помни, все во тьму погрузились. Так во тьму, а потом, если кто, а кто в спортзале-то тренировался, так очки-то, это они тебе в криминал уходили. Это же знак равенства, если ты занимаешься каким-то единоборством, значит, ты криминал. А мы с детьми стали заниматься, отвлекаясь с улицы этих детей, здоровых детей. Мы сразу стали помогать здоровым детям. Вот, ну, а с больными, конечно, долго ничего не получалось. Вот, по возможности я их отправлял из города. А куда? В наркологические отделения. А, в другие регионы, в Ярославскую больницу, например, да, в Тверь отправлял, да, чтобы они выехали из Кимр, помогал выехать. В какие-то реабилитационные центры, которые тогда открывались под Санкт-Петербургом, в Екатеринбурге, на Северном Кавказе уже были попытки открытия таких центров. Попытки. Но там, может быть, не столь было ярко выражено распространение наркотиков? Или в каждом регионе были свои такие кимры? Нет, дело в том, что первая помощь, которую мы можем оказать молодому человеку, это, чтобы он уехал. Вот с места, может быть, с родного места, где он погибал, он должен выехать, он должен сменить вот эту обстановку, этот круг общения, как мы говорим, порочный круг, он должен вырваться из него, это первый шаг. Ну, желание должно быть, да, человек без желания, это его никак не сможет. Так во всём мире, это мировой опыт, что человек, который собирается, значит, преодолеть, преодолеть эту зависимость, эту болезнь, он должен уехать вот из родного города, из места, где он попал в эту беду. Полностью сменить внешнюю обстановку? Это первый шаг, да. Первый шаг. И чем дальше уехать, тем лучше, чем дальше. За 500, за 1000 километров лучше уехать. И чтобы сложнее было вернуться в случае искушения. Ну, это да, 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 искушение, это совсем. Чтобы сложнее было вернуться. Это же героин, это же ломка физическая. Это же не только испорченный, искалеченный организм психический, психологический, это ещё физическая боль. Вот, поэтому так вот, как пытались, могли, конечно, помогать. И знаете, где-то в 2004 году у меня уже разочарование такое наступило, что вряд ли у нас что-то получится открыть. Вот, и в нашем районе, в Тверской области, ещё где-либо. Все за, но я третий священник в соборе, у меня ничего нет для того, чтобы была возможность что-то состоятельное, вот, создать такое, серьёзное. Ведь, смотрите, нужно место, да, нужно здание, нужно определённые условия, нужно финансирование. А где третьему священнику в соборе-то взять? Нет такой возможности. Хотя, владыка, конечно, он благословлял, и давайте, и власть поддерживала тогда, конечно, открывайте, ну как вопрос. И где-то вот к 2004 году я уже решил, что всё, открытием центра я не буду заниматься. Но тут чудо произошло. В 2004 году, вот, мне неожиданно предложили поехать на практическое обучение в один из лучших европейских центров в Европу, в Польшу, в город Глевица, в центр Фамилия. И вот я принял это предложение, естественно, и поехал в этот центр. И, знаете, вот в этом центре у меня появилось главное, у меня появилась вера в успех нашего безнадёжного дела, как я говорю. Я увидел их работу, я увидел их профессионализм, я увидел результат их работы, результат их работы. Я поверил, что зависимым людям можно помогать. Для них это обычное дело. Помогать таким людям это считается серьёзным заболеванием, любую болезнь нужно лечить, нужно помогать больным людям. Так вот почему Польша, казалось бы, католическая страна, казалось бы, Запад, и вот я православный священник туда поехал на это практическое обучение, что общего, казалось бы, да. Но сразу скажу, что программа лечения на светской, она не религиозная, она профессиональная, эта программа. Я не позже скажу. Но самое-то главное, что руководит центром фамилии Большой Русский Патриот, внук царского генерала Владимира Маевского, Анджей Маевский. Вот он говорит так, что если не ваша революция, я бы сейчас был бы, жил бы в Санкт-Петербурге, в вашей столице, жил бы сейчас. И его дед был русским дворянином, английским лордом и польским сляхчичем, потому что не потерпел ни одного поражения на фронтах Первой мировой войны. И как говорит Анджей Маевский, мой дед не предавал русского царя, он оставался верным до конца, и мы, я тоже хочу отдать свой долг России, я ее люблю, я ей помогу. И вот тогда он выиграл грант во Всемирной Федерации Терапевтических Сообществ на обучение специалистов из России. И вот три года шла эта программа обучения наших коллег российских, бесплатно совершенно для нас, и я попал в эту программу. И вот мне, конечно, я единственный священник из России, попал в эту Польшу, попал в этот центр, не имея, конечно, специального психологического образования, но имея огромное желание научиться... Уже имея опыт победы. Научиться помогать зависимым людям, имея огромное желание, я был в этой программе несколько месяцев это было, первый раз. Потом я еще дважды проходил обучение в Центре Фамилия, а потом каждый год ездил туда на практику еще, ну, вот, считай, до последнего периода, вот этих двух лет. Мы лично, я сейчас близкие друзья с доктором Анжимаевским, мы с ним встречаемся, мы с ним обменяемся опытом, и Центр Фамилии, один из лучших европейских центров, нас считает по праву теперь своим филиалом в России. Это дорогого стоит. А давайте мы тогда несколько слов о работе сейчас этого филиала. С чего начинали? То есть, вы хотите сказать, что это, прежде всего, научный подход к излечению наркомании? Это профессиональная психотерапия, да, конечно. Конечно, это болезнь, которую нужно уметь лечить, как любую другую болезнь. Работают в Центре врачи, прежде всего. Нет, сейчас я расскажу. Да, 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 просто интересно уже сразу побольше. К открытию нашего центра. Вот мечта открыть такой центр уже появилась в 2004 году у меня. В 2004 году. И тоже каких только попыток вот мы не испытывали тогда для открытия и в Тверской области, и в Ярославской области, и в Московской области были попытки. Ну, как-то вот дело на месте стояло. Но все-таки в то же время мы не теряли время даром. И за 8 лет, с 2004 по 2012 год, я сумел обучить фамилии всех будущих наших сотрудников. Все наши психологи с высшим образованием все проходили практическое обучение за 8 лет, в течение 8 лет в Центре фамилии. И у нас получился единый монолитный коллектив специалистов, которые имеют специальную подготовку, которые имеют уникальную практику в одном из лучших мировых центров. Этот коллектив сохранился на сих пор? Конечно, мы до сих пор работаем этим коллективом. Да, и вот в 2012 году у меня было очередное разочарование уже. Все, в войне с наркомафией мы победили с коррупцией, с этой. Но с центром ничего не получается, и нужно уходить из затвора уже, успокаиваться как-то, и смиренно нести свое служение священника. И тут Владыка Виктор меня неожиданно посылает на конференцию антинаркотическую в Белгород. Вот я там выступил, рассказал о лечении и реабилитации наркозаимистов в Европе. Мне предложили сделать такой доклад. И после этого доклада неожиданно приглашили в Москву, в синодальный отдел по социальному служению. Вот. И я там беседовал с ответственным, значит, Игуменом Мефодием, который отвечал за помощь наркозависимым тогда. И было принято решение, священным начальством, в открытии центра в Москве было принято решение в городе Кимри при храме Вознесения Господня. И помещение нашлось? Помещение нашлось, храм был в руинах тогда, и помещение было, здание воскресной школы. Но я думал, что здание есть, но главное, это коллектив. Главный коллектив был, я знал, с кем я буду работать. Тогда за 8 лет мы сумели создать этот уникальнейший коллектив. А помощь, ведь деньги все равно, ведь это же чем-то и кормить надо, и все делать, и чтобы жили. Главное, чтобы человек жил, да? Внешне все необязательно. Главная команда, конечно, это главное. Главные условия, чтобы работать на результат, чтобы знать, что делать с этой болезнью, чтобы знать, как оказать профессиональную помощь вот этим нашим воспитанникам, как мы говорим, или пациентам. Пациентам, как в больнице, да? Говоря профессиональным языком. Пациентам. Сколько человек прошло за это время через вас? Вы считали? 1270. Каждый на учете? Тысяча тысячи. Это фактически вы спасли их жизнь? Вот как вы сами считаете? Нет, они пришли к нам на лечение и на реабилитацию. Они пришли к нам. Пришли сами своими ногами? Пришли сами, да. Но не все остались. Не все остались в программе. Многие покинули программу, то есть были не готовы к своему выздоровлению, к началу своей новой жизни, были не готовы. Оставались единицы, конечно, оставались единицы. Я не скажу, что это, знаете, какой-то поток или конвера по производству здоровых людей. А этого и не может быть, да? Этого не может быть. Это штучная работа. Ну, хотя, знаете, если все отладить, если наладить взаимодействие с государством, с силовыми структурами, с судами, с нашим обществом, тогда можно наладить этот конверт по выздоровлению людей, как это происходит в центре фамилии, как это в Европе, как это во всем мире происходит. Но мы же все разобщены. Государство делает какое-то свое дело, какие-то свои законы принимает. У силовых структур свои задачи стоят, мягко говоря. Вот, а мы сами по себе, получается, мы сами по себе стараемся помочь тем, кто попал в эту страшную беду. Мы вот перед началом программы говорили о том, о вашей видении, о том, как все-таки преодолеть вот эту разобщенность, возможно. Закон нужен, да, реабилитация? Конечно, нужно закон. Сейчас у нас реабилитированный, вернее, человек, который потребляет наркотики, и мы часто его причисляем быстрее к статусу преступника. Преступника, да. И потом встречаемся с ним за колючей проволокой, как вот я сейчас в последнее время езжу постоянно, и уже собираю вот эти истории поломанных жизней. Около миллиона у нас таких поломанных жизней, молодых людей, которые должны были бы проходить лечение в таких центрах, как наш центр, которые должны создаваться повсеместно. Вот в таком маленьком городке, как Кимри, должно быть два-три таких центра. В Твери должно быть около пяти таких центров профессионалов, куда бы человек мог бы обратиться, не имея поражения в правах, как сейчас это происходит, имея средства на лечение, когда средств у них нет. Всё. Дома ничего нет, в карманах ничего нет, одни кредиты, одни долги кругом. Конечно, если ты залез, называется, в эту бездну, в эту яму нырнул, то ты всё оставляй, наркотики жрут, всё. Всё уходит туда, всё уходит туда. А у нас нет даже закона о реабилитации, а нет закона, нет финансирования, нет подготовки кадров, понимаете, которые бы могли работать потом в таких центрах. У нас нет кадров, у нас некому работать. Вот, в основном, кто открывает такие центры, я как теперь называю эти центры, закрытые центры, вот платные тюрьмы, когда несчастные родители за большие деньги сдают туда своих детей, и там они удерживаются, насильно удерживаются, эти несчастные в этих центрах. Самое главное, что теряя всю какую надежду на добро, на помощь, на реабилитацию, на то, что можно потом в жизни найти какой-то серьёзный центр, где можно бы получить серьёзную профессиональную человеческую помощь. Они веру в это теряют. Они теряют веру в своё будущее, они теряют веру в своё выздоровление, попадая в эти платные тюрьмы. Вот в чём ещё беда. Родителей здесь, конечно, можно понять, потому что ты не знаешь, куда отдать. Не знаешь, куда отдать. Что сделать? Родители готовы на всё. Они берут кредиты, платят деньги вот этим вот, значит, этим центром, просто чтобы немного отдохнуть, наверное, и чтобы появилась вот какая-то надежда на то, что их сын или дочь всё-таки станут когда-нибудь здоровыми, трезвыми людьми. В противовес вот этой структуре у вас как день строится, на чём устроится лечение? Вот как я уже сказал, это групповая психотерапия, но это очень сложно объяснить и рассказать. Я проще скажу, чтобы было понятнее. Мы создаём две модели жизни в нашем центре. Первая модель – это большой православной семьи. Ведь из-за чего эта проблема возникает? Прежде всего, из-за неправильного воспитания, из-за неблагополучных семей это происходит. Когда, например, отец уходит из семьи, у мамы проблемы какие-то, и ребёнок всё это чувствует. Он это чувствует, и когда ему где-то что-то предлагают, он не может устоять. У него психологические травмы какие-то внутренние есть, неустроенность какая-то, неудовлетворённость в этой жизни есть. А тут таблеточку от жизни предлагают. Забылся ещё. Забылся, и всё. Да и легче стало. Смотри-ка, да, ой, один раз, два раза попробовал, а там уже не успел, как говорится, оглянуться уже и там, в этой беде, в этой бездне. Вот поэтому мы молодого человека перевоспитываем в этой нашей большой православной семье. Отец Андреевич сразу вопрос, какой, независимо от того, какой возраст у этого молодого? Да, да. У нас дети священники даже были на реабилитации, даже такие умудрённые, вот опытом каким-то и 60-летние детки были в наших семьях, и 17-летние детки. То есть вашему ребёнку нету возраста? Нету возраста, у нас и мальчики, и девочки на реабилитацию вместе, у нас программа смешанная. И вот, когда человек приходит в эту семью, он, понимаете, он чувствует вкус жизни какой-то, настоящей жизни, он чувствует настоящую любовь в этой семье, он расцветает как-то. Вот он чувствует поддержку от тех, кто прошёл определённый путь впереди него, он чувствует поддержку от специалистов, конечно, которые индивидуально с ним работают, работа в больших группах, работа в малых психотерапевтических группах. Профессиональная, конкретная работа уже, но самое главное, это модель вот этой большой православной выздоравливающей семьи, где есть родители, где есть наставники, где есть старшие братья и сёстры, где есть младшие братья и сёстры. И человек в этой большой православной семье получает правильное воспитание, он обретает истинные ценности в жизни, он знает ответ на самый главный вопрос в жизни, почему в этом нетрезвом мире, в котором я сейчас живу, я должен оставаться трезвым, один, идти против всего этого мира, он знает ответ, он знает ответ, мы даём ему этот ответ. Сколько по времени нужно, чтобы получить этот ответ? На одного человека курс какой-то существует? Да. Не это месяцы, года сколько? От года до полутора лет. То есть это долго? То есть это не менее полутора лет сейчас? Не менее полутора лет, особенно вот если брать последние вот эти вот наркотические вещества, которые имеют страшную разрушительную силу. Да. То есть сейчас наши пациенты, они практически все с двойным диагнозом, это химическая зависимость и шизофрения. Да что вы? Они все наркоманы, шизофреники. То есть это на головной мозг удар? Необратимые процессы начинаются. Необратимые? Необратимые процессы начинаются. Тем не менее, у вас статистика какая-то есть по излечению удержаться на плаву, создать семью и быть более-менее счастливым в этом мире? Объективная статистика подводится через 7 лет по мировым стандартам, но нам 10, поэтому мы имеем право подвести такую статистику. Самая лучшая мировая статистика – это 40% устойчивой ремиссии. Самая лучшая мировая. Вот как в Центре Фамилии, как в других успешных центрах. Но, знаете, у нас, честно говоря, до 7 лет нашей работы было больше. Больше вот этот положительный результат нашей работы. А вот к 7 годам, я смотрю, тоже где-то 40, может быть, чуть-чуть меньше. 30 с чем-то процентов устойчивой ремиссии. Но это всё равно успех. Это успех, да. Это успех ни одного года, ни двух лет, а успех большой работы, длительного периода времени. Первый наш выпускник, да, мы с ним общаемся, он трезвый. А сейчас, который выпустился 10 лет тому назад, он трезвый у нас. Это уже как на пьедестал можно ставить этого человека. Он поборол себя, прежде всего. Вот, да. И вторая модель, я ещё о второй модели не сказал. А вторая модель – это здорового общества, здорового государства. Где есть свой президент, где есть своё правительство, где есть своя ответственность за различные сферы жизни, за культуру, за здоровье, например, за время досуга. Есть свои министры в этом государстве. И они учатся управлять этим государством сами. Мы им передаём ответственность. Мы их не вводим за ручку, как в детском саду, а мы создали эти две модели. Они приняли сами законы в этом своём государстве, в этой семье. И они сами учатся жить по этим законам. Мы им передаём ответственность за жизнь, за их выздоровление, за их судьбу. А они у нас принимают ответственность. И первая модель вот такого центра создал наш великий русский педагог. Всё лучшее из России. Ни из Польши, ни из Америки, ни из Запада. Наш великий русский педагог Антон Макаренко. Вот мы повторяем его опыт сейчас. Но на более профессиональном уровне, так как мы имеем дело со смертельно больными людьми. У нас, к сожалению, подходит время нашего эфира к концу. Я думаю, что ваш рассказ очень заинтересовал многих жителей региона. Как вас найти? Кого вы принимаете? Нужно ли какое-то специальное ходатайство? Чтобы вот, пожалуйста, примите. Этот человек хороший, он не подведёт. Главное ходатайство – это собственное желание. Желание и всё. Мы берём всех, кто хочет выздоравливать. Всех берём. Мы никого не отказываем. Было бы желание. Мужчина, женщина любого возраста. Пожалуйста. Как найти? У нас есть замечательный сайт. Ну, чтобы не утруднять, так сказать, наш поиск, можно просто набрать город Кимры, Центр помощи наркозависимым, Радуга. Всё. И вы нас сразу найдёте. Я думаю, что сегодня ваш рассказ, отец Андрей, он многим дал надежду. Потому что до сих пор, как вы сказали, таких центров должно быть минимум три, только в Кимрах. Только в Кимрах, да. А сейчас ваш центр один на пару-три, тройку регионов получается? Наверное, получается, что так, да. Получается, что так. Нам очень повезло. Но, знаете, мы выстрадали это счастье, которое сейчас у нас есть, которое в наших руках. То есть счастье помогает другим людям. Счастье, смотри, как человек возвращается из ада в жизнь. Для нас это счастье – результат вот этого нашей работы, этого служения Богу и людям. Вот это и есть счастье для нас. Понимаете, мы благодарны Богу, что мы это счастье нашли, что у нас есть эта возможность сейчас. Вот нам очень повезло, конечно. Но мы выстрадали это счастье, вступив тогда в неравную борьбу с коррупцией, как мы говорим теперь, как принято говорить. Вот и имея желание, понимаете, помогать, видите, и в Польше вот это, да, и потом долгих восемь лет, пока мы сами открыли. Это чудом открылся Центр Кимрах. Его никто не хотел открывать, конечно. Да, это всё как-то похоже на чудо. Это чудо. И я благодарю, низкий похлон, вам за эту работу, за ваше неравнодушное отношение к жизни. Я думаю, что сотни людей вам уже сказали и будут ещё говорить огромное спасибо. Спасибо за приглашение. Буквально три секунды, очень мало времени в эфире. Ваши пожелания жителям региона. Будьте счастливыми. Пожелание, чтобы все были счастливы в этой жизни. А как быть счастливым? Заниматься любимым делом. Найти себя и заниматься любимым делом. Тогда не будет оставаться время на эту ерунду. Да, назовём её так мягко, ерундой. Да. Хотя зло есть зло, да? Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был настоятель храма Вознесения Господня в городе Кимры протеерей Андрей Лазарев, директор Центра помощи наркозависимым «Радуга». Спасибо. Пусть поменьше будет у вас пациентов, в хорошем смысле слова. Ну, дай Бог. Пусть общество будет здорово. Дай Бог. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok